В сказочное царство превратилась площадь Куйбышева. Дети и взрослые в предвкушении. Вот-вот появится главный зимний волшебник. Впервые Дед Мороз надолго обоснуется в Самаре, в собственном доме. Вижу, что к Новому году вы подготовились и хором-то мне какие построили. Потолок не ледяной, дверь не скрипучая, но атмосфера праздника витает в воздухе. В добротном срубовом доме пахнет древесиной. Старорусский дух в центре мегаполиса. Как и положено для Деда Мороза и Снегурочки, приготовили два волшебных трона. В этом году к организации праздника в Самаре подошли особо. На главной площади не только катки, елка и ледовые скульптуры. Появилась такая идея, чтобы открыть дом самарского Деда Мороза, чтобы все дети могли прийти сюда, поздороваться, пообщаться, побывать у Дедушки Мороза в гостях, сфотографироваться, написать записки, получить подарки. Первые гости в новом доме, конечно, дети и их родители. Очень красиво украшен домик. Сделали общие фотографии и получили вот такую замечательную елочку. Очень интересно, креативно, поэтому мы остались довольны. Чтобы попасть к заветному домику, предстоит пройти целый лабиринт, встретиться с забавными снеговиками, разгадать загадки Снегурочки. Не только Дед Мороз уже обосновался в своих апартаментах. Перед резиденцией волшебника развернулся целый сказочный лабиринт со своими обитателями. В уникальной избушке уже принимает гостей Баба Яга. А рядом поселилось целое семейство оленей. Как только стемнеет, они оживут и засияют яркими огнями. Витая избушка не на курьих ножках, а на дубовом корне. Новое жилье приглянулось и Бабе Яге. В Самаре сказочная злодейка сменила амплуа. Избушка классная. Мне очень нравится. Она с двумя горками. Я пока детишек жду, так и катаюсь, катаюсь. График приема почетных гостей у самарского Деда Мороза уже расписан. 2 января приедет коллега из Финляндии Йола Пуки. 4-го ждут Дедов Морозов из Мордовии, Чувашии и Татарстана. А 6-го пожалует зимний друг из Якутии. Дед Мороз обещал, самые заветные добрые желания обязательно исполнят. Главное – верить в чудо. Если ты веришь в чудо, если ты стремишься к этому чуду, мечтаешь только о хорошем, то все мечты всегда сбудутся. Домик Деда Мороза как по волшебству исчезнет после зимних каникул. Вновь появится только через год. Марина Кравцова, Артем Сулайманов, События.